Актуальная тема Жители Бурятии в сознании россиян Послание президента федеральному собранию И вы были на этом послании Лично, слушали Из зала наблюдали Вот об этом мы хотим поговорить Во-первых, как вы туда попали? Ну, была правительственная телеграмма За подписью руководителя администрации Президента Российской Федерации Господина Антона Вайна И естественно Я понимал, что надо участвовать Надо быть там Потому что это Как и предполагал Внутреннее было ощущение Что это будет очень важное Нерядовое послание А вот эти предположения Они с чем были связаны? Они были связаны с теми событиями С той атмосферой, которая у нас в стране И вот ситуация с реализацией национальных проектов Достижения тех целей Которые федерально И, собственно, конечно Вся власть нашей страны Ставила перед собой И с их реализацией Конечно, они требовали Какого-то ясного ответа Как вот субъективно вы восприняли все происходящее? Как человек, который не по телевизору это смотрит А вот наблюдает из зала непосредственно Ну да, на самом деле Я же был и на предыдущих посланиях Здесь чувствовалось, что что-то будет И это внимание людей Я не видел, чтобы такое количество людей Я-то всегда пишу Делаю себе заметки Какие-то главные смыслы Стараюсь уловить Но там было много людей Которые тоже фиксировали И мне кажется, это тоже такой внешний признак Вы, наверное, посмотрели по телевизору Люди, которые очень близко к президенту Но они фиксировали И мне кажется, многие вещи Для многих были новыми По-новому сформулированы По-новому акцентированы Ну вот С коллегами встретились Из других регионов Также представителям общественных палат Кто был? Кого видели? Ну Кого видели? Это, наверное, уже много раз показали На самом деле И были люди, которые Реально сегодня Работают и в исполнительной Законодательной власти Федеральным Федеральному уровню На региональном уровне Но и мы, конечно, между собой Общались Представители общественных палат Пришли к выводу Что все-таки По-новому ставится Во-первых, вопрос Взаимодействия с гражданским обществом Президент несколько раз Возвращался к этой теме И все время говорил Что нужно советоваться с гражданами Нужно Знать их мнение Нужно Вовлекать их в решение этих вопросов Несколько раз В своем послании Он к этой теме вернулся С другой стороны Мне кажется Все-таки Новый Такой Сильный акцент Именно на региональный уровень Ну, во-первых, он Ну, это Где-то смоделировал И голосом Обратился Как к своим коллегам Губернаторам Сказал Ну, что же вы То есть Он их призвал быть Я, насколько понимаю Более ответственными И более, может быть, решительными И предлагать инициативу В общем, региональный уровень Звучал много раз То есть Что тема Главная тема Которая сегодня ставится Перед нашей страной Это решение Демографической проблемы Она в значительной степени Относится все-таки В регион Не в значительной В большей степени То есть Без регионов Эту проблему решать нельзя И он прямо И с одной стороны И призвал А с другой стороны Заявил, что Именно в Конституции Будет изменен уровень Полномочий Губернаторов То есть Их значение При выработке Решений И федерального И, конечно, регионального Уровня Естественно Должно повыситься Повыситься Это будет отражено Я так понимаю В Конституции Вот это уже Об этом речь шла Ну и, конечно Задачи поставил Вот регионам Вот в решении Этих важнейших вопросов На самом деле Демографическая проблема Крайне сложна Вообще Но она очень разная У нас в стране Есть регионы Северного Кавказа Где, допустим Там очень высокое Уровень рождаемости Там и прибыль Населения идет Естественно Есть регионы Где в целом Вот Президент ведь сказал У нас идет Напряженная ситуация В буквальном смысле Но Для Сибири Дальний Восток Это еще и Миграционный отток То есть Он прямо сказал Будущее страны Зависит от того Сколько у нас будет Какое у нас будет Население Какое его будет количество Сегодня 147 Он назвал Цифры Ну вот По поводу Конституции Вы уже сказали Как вы в целом Относитесь к тому Что будут менять Конституцию Конституция Меняться не будет Ее основные положения Они остаются Ну так или иначе Но Тем не менее Вот Назрели Определенные Как бы Вопросы Проблемы Которые требуют Решения И отражения В том числе Конституции Например Я учился В Академии Госслужбы И там нам Вот так Упорно долбили Что приоритетом Являются Международные законы Международные договора Если национальная Законодательство Как бы Не стыкуется Или противоречит Оно должно Приводиться в соответствие Или руководствоваться Нужно международными законами Но на самом деле Мы увидели Всю ту обстановку Которая сегодня В мире сложилась И конечно Президент Прямо сказал Для нас важны Наши интересы Интересы нашей страны И поэтому В Конституции Вот эта Конечно Приоритетность Она будет изменена Она будет Любой международный Закон Допустим Или договор Будет Рассматривается Через призму Интересов Наших граждан Нашей страны Это очень важно На мой взгляд По-моему И конечно Вот Взаимодействие Между ветвями власти Это тоже Очень важный момент И конечно В этом плане Президент По-новому Переспределяет Предлагает По-новому Переспределить Обязанности И ответственность Между Ветвями власти На мой взгляд Сегодня это адекватно Все мы знаем События Которые последовали После послания И роспуск Правительства И Сбор Вот этой Группы Рабочей По изменению Конституции Но Исполнительной власти Задачи были поставлены В послании Законодательной власти Задачи были поставлены Вы как Представитель Общественной палаты Где находите Общественникам Место В будущем Ну я уже сказал Что на самом деле И в тексте Послания И Так как он Модулировал голосом Значит Призывал И обращал Внимание На необходимое Здесь же исполнительная власть Может напрямую Общаться с населением И получать у них Какие-то Обратную связь Ну На самом деле Она обязана это делать И никто ее в этом плане Конечно не ограничивает Но Именно гражданское общество Когда Предлагается Какое-то Консолидированное мнение Гражданского общества Мнение Которое уже Отработано Извините Проработано Проговорено С большей частью Гражданского общества И предлагается Исполнительной власти Конечно это важно Ну вот смотрите В прошлом году У нас был Форум Ну федерального уровня Форум сообщества Республики Бурятия Проводился На итоговом форуме В Москве Которое по последующим Проходил Там у нас был Целый зал Который назывался Улан-Удэ Да и многие Отсылали к нашему Форуму И говорили Вот мы Улан-Удэ Эту тему поднимали Рассматривали И это было Действительно важно Так темой Форума Сбережение народа Сбережение народа О чем Собственно говоря Президент сказал Вот оно место Гражданского общества Это власть Пусть будет она Самая идеальная И хорошая Но Она живет По определенному Тоже прямо Скажем Своим законам И Доносить до этой власти Ставить перед властью Вот те проблемы Которые назревают В обществе Конечно надо Я считаю что В том числе И наши деятельности И Всего гражданского общества И страны И республики Правильно Сориентировали власть В этом вопросе Поэтому Я думаю что Те Огромные задачи Которые сегодня Стоят перед страной Их невозможно Решить без Активного Участия именно Гражданского общества Людей самих Понимаете Общественная палата Бурятии Чем готова Помочь В формировании Будущего гражданского общества Ну Оно Оно существует Оно конечно может быть Таким очень Скажем прямо Активным Средним И так далее Но оно у нас есть И мы слышим этот голос Оно проявляется В разных форумах В деятельности Общественных организаций И так далее У нас вот Мы в этом году Планируем Приведение гражданского форума Нашего Республиканского И конечно я думаю Оно будет Посвящено Именно В реализации Послания Президента В нашей республике И мы будем Прямо говорить И тем Кто держит Власть в руках Распределяет Финансовые средства Будем говорить О том Что А как все-таки Это надо сделать С нашей точки зрения И Потому что От того Как действует Власть Напрямую Зависит жизнь Наших граждан И Если она Ошибается А мы говорили По многим вопросам Что это ошибочно Ну к примеру По каким Ну Та же Политика Оптимизации Здравоохранения Но Делали И я считаю Что сегодня Уже Оценка этому Дана И в том числе Кстати Президентам И многими Теми даже Кто сами делали Сегодня говорят Перестарались С оптимизацией У нас Раньше В республике В каждом районе Среднем Было 3-4 А то и 5 Участковых больниц Сегодня Во всей Республике 5 Участковых больниц По поводу Оптимизации Прошлой недели Закончилась Чередой Отставок И Одной Из отставок По собственному Желанию Это был Министр Здравоохранения Доминима Самбуев Как вы Относитесь К этой Отставке В разрезе Того Что вы Уже Сказали Что Перестарались С оптимизацией Видите Я готов Еще раз Сказать Что так И есть Но Сегодня Поставлен Задача Прежде всего Это укрепление Развитие Первичного Здравоохранения То есть Это система Это Та часть Здравоохранения Которая Максимально Близка К человеку Ведь на самом деле Из тех Из 100 человек Обратившихся Допустим В поликлинику Да Во врачебную Амбулаторию Дохой Имеет Необходимость В стационарном Лечении Может 1-2 Процента Да Все остальные Начинают Заканчивают Лечение На уровне Поликлиники То есть На уровне Первичного Звена Сегодня Вот это Вот это Именно Часть Здравоохранения Оказалась У нас Ну В не лучшем Прямо скажем Положение Смотрите Допустим В условиях Города Да Прибыль Населения У нас Фактически Население Города Улан-Удэ За последние 10 лет Буквально Выросло Почти в два Раза Там Разные Цифры Называются Ну Это Точно Это Где-то Около 500 тысяч В городе Да Вся Инфраструктура Была Рассчитана На На 300 С небольшим Скажем Да А все остальные Пришли Их тоже Надо Лечить Да Но Это Первая Проблема И значит Возникла Необходимость Там Бесконечно Расширять Эти там В отдаленных Районах Строить Дополнительные Учреждения Там и так далее Поликлинические Все это понятно С одной С другой стороны У нас Возникла Проблема И в сельских Районах Понимаете Я еще раз Говорю В каждом Средненьком Районе У нас было 3-4 А то и 5 Участковых Больниц То есть Люди Получали Полноценную Врачебную Помощь Подчеркиваю Именно По месту Жительства В тех Населенных Пунктах Которые Сегодня Называются Малыми Была Больница А в участковой Больнице Работала Как полнокомплектная Как правило До 4 Специалистов Это терапевт Педиатр Акушер Гинеколог И хирург То есть Все Доступно И простое Делалось На месте Сегодня У нас В районах Остались Исключительно Центральные Районные Больницы А хорошо Это или плохо Конечно Плохо Мы знаем Расстояние Там и так далее Транспортную Доступность У нас И тайга И степи И так далее И даже Когда кажется Как бы вроде 30-40 километров Всего от районного Центра Но попробуйте Доберитесь До этого ЦРБ Да И Сколько дней Понадобится Там пройти И получить ответ На вопрос Допустим Добраться До специалиста Это очень Трудно На самом деле В городах Конечно Вообще В Москве Я смотрю Стоит вопрос О минутах О шаговой Доступности И так далее А у нас Понимаете Поэтому Связано ли это Именно С персоной Ушедшего Министра Ну на самом деле Это министерство Получило Так сказать Вот это 200 груз И ком Как хотите Накопившихся проблем Это Это произошло Конечно Не за полгода И не за год Это вот Мы кричали Здесь Оптимизация 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 На открытые Ставки Конечно Ну вот Если сегодня Вакантными Является 700 Как говорится Должностей Мест Куда человек Врач Мог бы прийти Работать Но она Разная По разным Специальностям Люди Сегодня Хотят Идти в хирургию Люди Люди Сегодня Хотят Идти в Акушерскую Гинекологию Кстати В педиатрию Очень ответственная Специальность И там Где Есть Риск Риск Неблагополучного Исхода Неблагополучный Исход Бывает Не только Потому что Врач Ошибся Хотя Вы сами Понимаете Дело Это Сложное И могут Быть и Врачебные Ошибки Но В гигантском Количестве Случа Это происходит Не по причине Врачебной Ошибки А именно По причине Вне Медицинских Понимаете Но Так уж Устроено Что Человек Смертен Так скажем Да Но Сегодня Все это Как бы Относится К здравоохранению Потому что Есть Я не хочу Сказать Завышенный Но есть Сегодня Такое представление Что Если человек Попал В руки Медицины Он В 100% Случа Должен выйти Оттуда Не просто Живым Но еще И очень здоровым Но Насколько Это Правильное Представление Это отдельная Тема Да Это может быть Отдельная Тема А как Вы оцениваете Возможное Назначение Евгения Лудуповой На пост Министра Сможет ли Она Переломить Эту ситуацию Ну Я думаю Что Это Отраслевое Министерство Понимаете Изменение Ситуации Возможно В условиях В целом Политики Правительства Республики Бурятия Главы Республики Бурятия Значит В целом В социальной Сфере В частности В здравоохранении Только тогда Она сможет Изменить Эту Всю ситуацию Потому что Отдельное Отраслевое Министерство В моем Районе Способный Специалист Организатор Она Активная И Я думаю Что Ну У нее Понимаете Бывает ситуация Когда все равно Нужно Сменить Руку Говорят Поменять Руку Или лицо Поменять И так далее То есть Дать Человеку Возможность По-новому Подойти Сорганизовать Команду И так далее Для того Чтобы Решать Эти Гигантские Задачи Мне кажется Общая политика Государства Нашего В послании Кстати Президент Очень много Внимания Уделил Здравоохранению И в том числе Первичному Звену Мне кажется Будет способствовать Формулированию И формированию Правильной политики В области Здравоохранения У нас в республике И в этих условиях Министерство Здравоохранения И новый министр Справится С теми Реальными Задачами Которые Трудными Прямо скажу Очень трудными Которые Сегодня Стоят Как член Общественного Совета Прим. Министерства Здравоохранения Я хотел бы Со своей стороны Максимально Способствовать Этому Процессу Буквально Пару Минут У нас Осталось До конца Передачи Обычно В начале Года Мы Наших гостей Спрашиваем О планах Общественная Палата Бурятии Уже Планы Себе Наметила Какой-то Вектор Развития Над чем Будет Работать В двадцатом Году Ну На самом Деле Мы Конечно Планировали Провести Такой Гражданский Форум Для нас Это Главное Мероприятие Года Который Дает Такой Ну Как бы Направление Работы На весь Год Значит А сегодня Собственно Говоря Я понимаю Что Вот Те изменения Которые Произошли В общественном Сознании Или происходит В результате Послания Президента Это Должно Стать главной Темой Нашего Форума И вытекающих Отсюда Всех Действий По Реализации Послания Я думаю Это Сегодня Главная Задача Ну То есть Вы Пока Будете Следить За Развитием Событий Или Что Ну Не Только Следите Мы Будем Предлагать Активно Потому Что Президент Дает Направление А Что Делать На месте Это Делает И Власть Вместе С Гражданским Обществом Есть Какие-то Первые Предложения Которые Хотелось Внести Ну Первое Предложение Если Речь Идет О Демографии Я Считаю Не потому Что Это Любимая Моя Тема Это Сохранение Развитие Малых Сел Но На самом Деле Для того Чтобы Создать Такую Естественную Фундаментальную Основу Многодетности Семьи Нужно Заниматься В том числе Возрождением Села Нашего Будет У нас У нас Не будет Проблем С Демографическим Вопросом Давайте Чтобы На вторую Серию Не уходить И не говорить В ней О малых Селах Я предлагаю На этом Завершить Нашу Передачу Спасибо Большое Что Нашли Время Посетили Нашу Студию Я напоминаю Что у нас В гостях Был председатель Общественной Палаты Республики Бурятия Баир Бальжиров Это была Программа Актуальная Тема До встречи В эфире Продолжение следует